Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях президент Международного благотворительного фонда спорта «Дети», организатор международного турнира по спортивной гимнастике «Ukraine International Cup», организатор сети киевских клубов по спортивной гимнастике, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова. Здравствуйте. Добрый день. И повод у нас очень хороший. Это 31 марта стартует международный турнир по спортивной гимнастике «Ukraine International Cup». Расскажите, как проходит подготовка и чем будете удивлять публику, зрители, которые придут посмотреть на шоу? В 16 лет уже проходит в Украине мирового масштаба международный турнир. Но это уже не просто турнир, это перерос в такое глобально большое мероприятие, где съезжаются лидеры мировой гимнастики. И знаете, за 16 лет мы сейчас провели такую информационную свою аналитику турнира, начиная с первого года, и просчитали, что около 50 стран прошло через турнир, более 40 тысяч гимнастов прошло через турнир. Но это очень большое количество, очень большое, поверьте. И для меня это очень приятно то, что сегодня мировая общественность очень сильно уделяет внимание именно нашей стране и переезжает. В этом году, как никогда, очень большой заезд, самый большой заезд за 16 лет на мероприятие, которое состоится 31 марта, 1 апреля в Киевском дворце спорта. Я была изначально даже так удивлена, что настолько лидеры мировой гимнастики захотят обратно вернуться в Украину. И мы, и я, и организационный комитет, который работает очень сильно и уделяет очень много внимания этому, мы делаем максимум для того, чтобы турнир состоялся хорошо, на высочайшем профессиональном уровне. Поэтому мы работаем с Международной Федерацией гимнастики. Нас включает календарный план Международной Федерации гимнастики. Сейчас очень жесткие правила, очень, в связи с тем, что так как новый президент ФИЖа, и, естественно, конечно, после Олимпийских игр новые правила у нас сейчас и ужесточенные в правилах судейства. Если не будет судей международной категории, над которой мы сейчас очень сильно работали, то с турниром мы будем снять лицензию. И это очень важно для нас. Поэтому мы максимум силы прикладываем для того, чтобы у нас было именно на высочайшем профессиональном уровне наш турнир проходил. Мы сейчас задействуем очень много судей из каждой страны, которые приезжают. Приезжают к нам 17 стран. Мы вынуждены были в этом году нескольким странам отказать в приезде, потому что, к большому сожалению, мы не резиновые и невозможно принять на данный момент столько желающих, которые хотят приехать обратно в Украину, вернуться и поучаствовать в таком статусном международном турнире. Знаете, я всегда думала о том, что мы на базе Кубка Стелла Захарова, то есть Кубка Украины International Cup, мы всегда об этом говорили, что мы можем провести и так Кубка мира. Но знаете, в чем проблема самая большая? Не в нас, не в организации. Мы сделали бы все. Но проблема самая основная в том, что у нас нет технических возможностей проведения те, которые нам диктует Международная Федерация и правила, которые есть по этапу Кубка мира. А это самое главное. Разминочный, дополнительный зал, который должен быть во Дворце Спорта, и комплект оборудования, которое сертифицировано Международной Федерацией гимнастики. Вот это самое основное. Представьте себе, за сколько лет, насколько мы себя проявили с очень хорошей стороны и на очень хорошем, высоком профессиональном уровне мы проводим эти мероприятия. Мы давным-давно могли бы провести этап Кубка мира. Но, к большому сожалению, сегодня стоит вопрос не о Стелле Зафаровой, не о ее возможностях. Это глобально большой вопрос. Это и государственные программы и государственного направления, в котором мы должны сегодня об этом говорить. И бить колокола, что Дворец Спорта в Украине у нас, то есть в Киеве, один-единственный, является монополистом и диктует свои условия, которые мы, к сожалению, изменить не можем. Вы сказали, что пару стран все-таки не примут участие. А что это за странный, если не секрет? Не смогли попасть. Да, мы отказались стране Молдавии. Во-первых, мы отказались еще по той причине, что у них нет в суде международной категории. И мы отказались, если дай бог моей памяти, по-моему, в Болгарии. Потому что они не везли в суде международной категории, а для нас это очень важно. И правило турнира международного, и правило Международной Федерации гласит о том, что каждая страна должна мужскую и женскую судью перевести с БРВ международной категории. Почему? Потому что если кто не привозит, то накладывается на них штраф 200 евро число. Ну, кстати, а есть какие-то сложности со спортивным снаряжением, например? Возможно, иностранные спортсмены, некоторые сами его везут сюда. Или все предоставляет украинская сторона? Вы имеете в виду гимнастическое оборудование? Нет, все предоставляет украинская сторона. Это сертифицированная Международная Федерация оборудования. Мы не имеем права там какое-либо другое оборудование ставить. Мы должны ставить только то оборудование, которое соответствует Международным правилам. Это очень строго отслеживается, очень строго контролируется Международной Федерацией. И поэтому это не просто так, знаете. Можно провести турнир было без календарного плана включения в Международную Федерацию. Но это бы был статус на, ну, знаете, на 10 ступенек ниже, наверное. Почему? Потому что это совершенно не соответствовало бы тому статусу, который проводим сегодня мы. Поэтому мы идем на эти все требования, которые требуют Международной Федерации. И статус турнира повышается в уровне. И мы это видим сегодня динамику, сравнивая с 2014 года, когда мы не провели, когда это невозможно было. И начиная с 2015 года, когда у нас было там. Мы упрашивали, мы умоляли каждую страну, что приехали, но люди очень боялись. И приехало, приезжало всего лишь 6 стран. Сейчас не боятся, да, приезжают? Нет, никто не боятся. Я же говорю, что нам пришлось отказать даже двум странам, потому что, к большому сожалению, у нас просто количество такое гимнастов и тренеров, и участников, и представителей. Мы просто не можем переварить в себе это. Но это очень хорошо, это повышает престиж нашей страны, что наша страна мирная, наша страна может принимать участников в спортивных состязаниях, и это очень важно. Кстати, я читал, что будут также принимать звезды украинской эстрады в турнире. Что это будут за звезды? Тоже интересный факт. Да, но вы знаете, идут сегодня анонсные ролики у нас в телевидении. У нас будут также принимать звезды украинской эстрады, такие как маэстер Гошко, Владимир. Будет Бучинская принимать участие, будут еще молодые ребята принимать участие, которые участвовали в викс-факторе. Но я не хочу раскрывать все секреты. Будет очень красиво, мне очень хотелось бы, чтобы наши спортивные, наши любители спорта и спортивные представители, люди, которые хотят посетить этот турнир, пожалуйста, приходите, вход бесплатный. Это не впервые, это вообще в мире такое не практикуется. И вот сейчас будут проходить даже международный турнир в Италии сразу же после нас. Там они проводят немножко в другие сроки. И там, так, чтобы вы понимали, вход во дворец спорта на один день 22 евро. Кстати, многих удивляет, что именно у нас на этот турнир вход свободен. Вы знаете, мы должны привлечь внимание сегодня максимально, как можно больше я это делаю и делаю со своей командой, прикладываю все силы через средства массовой информации. Вам большое спасибо, что вы участвуете в этом. Для нас это очень важно. Нашему зрителю, нашему народу украинскому как можно больше внимания обратно к спорту. Потому что мы очень многим ненужным мусором заняты сейчас. И очень сильное информационное пространство сегодня зомбировано политикой, которой мне не очень хотелось бы, чтобы именно мы в этом участвовали тоже. Потому что спорт и политика это несовместимое, я всегда говорю. Хотя это присутствует и на данном моменте. И вы это прекрасно знаете по последним событиям в Тюмени. Это покупка мира по биатлону. Мне не об этом говорить. Поэтому я стараюсь максимально прикладывать силы для того, чтобы как можно больше давать позитива. Мне очень хотелось бы, чтобы наша страна взаимностью отвечала, взаимностью в спорте отвечала. Потому что спорт это один из самых основных символов нашей страны. И об этом не надо забывать. Ну на сегодняшний день, мне не хочется конечно об этом говорить, но на сегодняшний день спорт находится на дне. На дне, на глубине мы упали настолько, что мы не знаем, как сегодня будем вообще выходить из этой той ситуации, которую мы имеем. И об этом надо говорить, не бояться, а как можно больше говорить. Потому что если мы спортсмены об этом не будем говорить, и я призываю сегодня всех спортсменов об этом говорить. Потому что чиновники высшего эшелона не хотят слышать эти проблемы сегодняшние. Они кроме пиара своего личностного больше ничего не делают. Но я бы, я бы на их месте бы не делала на вот такой мелочи пиар, а наоборот бы внедрилась в те проблемы спортивные, которые сегодня существуют. Которые идут еще с Рио-де-Жанейро, которые на данный момент мы имеем после зимних Олимпийских игр очень большие проблемы. И именно об этом думала, сконцентрировала все свое внимание, мобилизировала бы всех ведущих спортсменов, которые остались в нашей стране, еще и ведущих наших тренеров. Каким-то образом как-то общались бы, друг другу бы давали какие-то месседжи, что нужно изменить. И как можно быстрее изменить для того, чтобы хоть как-то, хоть как-то выруливать ту ситуацию, которую мы имеем сегодня в спорте. Мы очень по-твою ситуацию имеем в спорте. И не только Стелла Захарова об этом знает. Но мы не хотим это признавать. То есть не мы, а люди те, которые сидят в своих креслах. Они не хотят сегодня это признавать, то, что катастрофическая ситуация находится в нашем украинском спорте. Поэтому мы должны об этом говорить и кричать, и бить колокола, чтобы нас слышали, доносили, что, может быть, произойдут какие-то в ближайшее время изменения. Вы сказали на дне. Можете объяснить, чего именно у нас нет в спорте? Ну, этого много, конечно. Но хотя бы можете начать с самого начала, с самого главного. Самое основное того, чего у нас нет, и вы это прекрасно знаете, как журналисты, вы отслеживаете эти сюжеты, интервью. Это инфраструктура. К сожалению, большому это основа для спортсмена, от которой он должен отталкиваться. Если у тебя нет места, где тебе повышать свой спортивный уровень, то есть спортивных залов, беговых дорожек, легкоатлетических манежев, гимнастических залов, плавательных бассейнов, и не только в Киеве, мы не говорим только о Киеве, мы должны сегодня говорить об областях, в которых у нас находится, основных областях, которые в основном оттуда идет элита нашего спорта, то там катастрофа совершенно патовая вообще. И это одно из самых важных факторов. Почему, когда нету спортивных залов, мы финансовую составляющую ставим на второй план, потому что спортсмен, для спортсмена самое главное это условия. И для тренера его, почему наши ведущие спортсмены и тренеры сегодня уезжают из страны. Вы не задавали никогда себе вопрос, не задавал наш ведущий спортсмен, который сидит на экспланатной, себе вопрос этот, почему сегодня спортсмены уезжают и их тренеры в другие страны и приносят славу для других стран. И это не прихоть Стейла Захаровой. Это прихоть, и это надо признавать. Но дело в том, что эти люди не хотят признавать сегодня. Они делают все для того, чтобы осквернить кого-то, кто говорит правду, и выпечить себя где-то в каком-то маленьком позитиве и сказать, какой я герой. Нет, сегодня государственный чиновник не должен вообще пиариться, а сидеть и выполнять те задачи, которые ему поставила страна. И украинский, и украинский народ. Потому что украинский налог, налогоплательщики всего того, чего происходит, потому что это социальное направление. Но к большому сожалению мы сегодня этого не видим. Вы прекрасно видели сюжеты те, которые проходили после Олимпийских игр в той же Ворокте, как готовятся наши спортсмены к зимним Олимпийским играм. И когда мне, я услышала, что у нас страна не зимняя, я была шокирована. Может быть сказать, что еще у нас страна вообще не Олимпийская и не летняя, и вообще у нас нет Олимпийских чемпионов. А зачем они нам нужны? А потому что это затратная часть лишняя и колоссальная затратная часть. То такие моменты, это просто исходит из уст человека, который не знает спорт и не понимает, что такое слово спорт. И министр спорта должен быть первое, грамотный в спорте. Второе, прошедший все на себе и понимая, что такое поражение, пот, победы, поражение и так далее. Понимаете, тогда человек может чувствовать, как спортсмену тяжело сегодня без зала, без инвентаря, без спортивной формы. И много можно еще чего перечислять. А если этого не будет, если не будет высшие эшелоны власти сегодня слышать нас, и не будет политической воли, поверьте, мы ничего не изменим. Мы сами бессильны просто. Мы можем только доносить что-то, мы можем только кричать, мы можем только бить колкола о том, что есть какие-то проблемы, нужно их срочно менять. Но на боли мы не можем. У нас нет рычагой власти, у нас нет бюджета, у нас нет ничего. Но, к сожалению, нас не хотят слышать. И я еще раз хочу сказать, что, уважаемые наши спортсмены, тренеры, ведущие, вы знаете, в каких условиях вы работаете. Не бойтесь сегодня сказать слово, то, которое обязаны слышать те люди и изменять, которые сегодня при власти. Потому что другим методом, другим способом мы просто не сможем сдвинуть с точки эту всю махину и не произойдет никаких изменений. И не забывайте о том, что через два года следующие Олимпийские игры, и это важно очень, но мы сегодня не имеем. Давайте повернем страничку сегодняшнюю, перевернем зимних Олимпийских игр и перевернем страничку, что у нас есть в летних Олимпийских игр, какой у нас сегодня спортивный объект для подготовки. И все условия созданы для того, чтобы наши спортсмены вернулись и завоевывали олимпийские медали. То есть летние виды спорта у нас могут больше развиваться? Конечно, у нас летние виды спорта всегда были в приоритете. И у нас была очень мощная страна, если вы возьмете статистику даже 80-го года, выступая на Олимпийских игре в Москве, то практически, нужно сказать, что 80% медалей привезли украинские спортсмены. Была очень колоссальнейшая задача поставлена для украинских спортсменов, чтобы практически в каждом виде спорта были олимпийские медали. Ведь поставлена была задача республика, то есть Украины. И очень многие это сделали, реализовали. Я могу даже по себе сегодня судить, когда были созданы для меня все условия, поставлены задачи, и сказано было, что принести олимпийскую медаль по спортивной гимнастике, которой не было 20 лет в Украине, да, тогда на тот период. И неизвестно, могла еще я и не завоевать ее, но созданы были все условия. И зал, и оборудование, и массажисты, и врачи. И система работала на одну стелу за харпу. И я показала результат, я оправдала эти полностью все затратные части, все усилия на тот, в данный момент. Вот это правильно, это нужно. Никто тогда не думал о деньгах, никто не думал о каких-то сумасшедших премиальных. Мы на одном энтузиазме наступали тогда. Да, это тоже неправильно. Да, спортсмен должен за свою короткую жизнь зарабатывать деньги. И это правильно так. Да, он титанический труд вкладывает. Но тогда были одни условия, на сегодняшний день другие условия. Сегодня мы там говорим, что там, да, мы даем премиальные. Но медаль-то одна, что такое сегодня для страны, выделить на одну медаль эти премиальные. Но это практически ничего, да. Поэтому мы должны об этом думать. Спорт, спорт это престиж странный прежде всего. И мы должны об этом не забывать. Но, к сожалению, сегодня он перекрестывается очень сильно с политикой. Очень сильно. И мы заложники этой ситуации, сами становимся. Ну все-таки недавно пришли Олимпийские игры в Корее. И украинская сборная все-таки взяла одну золотую медаль. Все-таки... Вы знаете, вы говорите, все-таки. Вы знаете, какое счастье мы имеем, что вы говорите, все-таки. До какой степени, до какой жизни мы докатились и дошли, что... Но все-таки кто должен нести за это ответственность? Все-таки власть, которая не поддерживает спорт в нашей стране? Я думаю, что да. Выше и шалоны власти. Это должна быть, еще раз повторяю, политическая воля. Но от спортсмена ничего не зависит. Мы можем... Вот если мы не будем иметь все, все условия созданные, и не будем приносить медали, вот тогда можно сказать, это вы виновны спортсмены. Мы создали для вас все, все условия. А когда нет условий, ну мы потом говорим, мы дадим там 125 тысяч долларов премиальных, но, к сожалению, их нету, этих медалей, потому что не на чем тренироваться. Конечно, можно там сказать, и 500, и да, мы дадим тысяч долларов, но не факт, что кто-то что-то принесет, потому что инфраструктуры нет. А что такое сегодня заняться инфраструктурой? Это тоже не сильно большая затратная часть. Если есть, опять же, таки на это желание. И есть мобильные, очень быстрые конструкции, из которых собираются большие мнежи, легкоатлетические, большие спортивные залы, возможно, и здесь. С легкой конструкцией можно построить шикарнейший гимнастический зал, как это ноу-хау новое сейчас в Европе. Это все можно, но почему-то этим никто не хочет интересоваться и об этом говорить. Вот трагедия. Мы сегодня о гимнастическом зале говорим в Кончезаспе для национальной сборной команды Украины. 16 лет, а может быть даже и больше. И из года в год меняется руководство нашей страны. Из года в год все приходят в зал, все там лозунги кидают такие мощные, обетянки кидают. Но, к сожалению, ничего не меняется. Я буквально недавно была в Кончезаспе, до сих пор стоит видео, эти, какие-то магнитофоны, там системы музыкальные для гимнастов тренировок, которые мы еще дарили. То есть я еще дарила от фонда. И камеры видео, оно уже настолько в патовом состоянии, ничего не меняется. Это поролоновая яма, которые кричали там, что мы поменяли лампочки и поролоновую яму, копеечная, которая стоит. Но вообще об этом говорить даже нельзя. Для мальчиков поменяли, а для девочек не хватило поролона у нас на сегодняшний день. Знаете, вот такие моменты мелочные, настолько они мизерные, и о них вообще даже нельзя говорить на данный момент. А нужно говорить о глобальном. Нужно говорить на местах сегодня, чтобы местные власти как-то обращали внимание, подключать бизнес сегодня, чтобы бизнесмены работали, чтобы шла какая-то глобальная большая дискуссия. А получается так, что тот, кто чего-то сегодня пытается донести и сказать, ну это же нормальное явление. Мы хотим, чтобы в нашей стране произошло изменение в какой-то спорте, чтобы мы завоевывали медали, при этом ничего не делая. Ну как же мы тогда сможем что-то вернуть, что-то сделать, если ничего не делается и не говорится. И мне кажется, на это обижаться ни в коем случае нельзя. Это надо принимать в себя и реализовывать, встречаться с ведущими спортсменами, слышать их, делать круглые столы какие-то, а не амбиции свои показывать. Там Стелла Захарова что-то сказала, я к ней на турнир не пойду. Да ты не к Стелле Захаровой на турнир идете вы. Вы являетесь государственными чиновниками, вы представляете Украину прежде всего, а не лицо Стеллы Захаровой. И вы обязаны это сделать. А тут получаются амбиции. Мы где-то там в подвале какие-то медали дарим друг другу, потому что это наш человек, а сюда мы не пойдем. Вот сегодня идет принцип работы наших определенных уже лапсов. Но это неправильно. Поэтому мы никогда ничего иметь не будем. Не надо прятаться в песок, как страусы. Нужно открыто смотреть людям в глаза, спортсменам в глаза. Нужно открыто принимать то, что на сегодняшний день есть. Открыто принимать критику. И не бояться этого. Тогда мы сможем что-то вместе все сделать. А тем более профильное направление, министр профильного направления, он должен обязан к этому идти. Он должен сам звонить и спрашивать, что сделать. Давайте что-то изменим вместе. Давайте что-то сделаем вместе. Что нужно? Это. Вы говорите, то нужно сделать. Технически какие-то по форме нужны параметры, которые соответствуют параметрам того или иного вида спорта. Но ничего же не делается. У нас какая-то там форма покупается. Покупается, хочу подчеркнуть. Да это бред полный. Мы сегодня как спортсмены ведущие, особенно в ведущих видах спорта, где у нас есть завоеванные медали, мы можем работать со спонсорами. Я почему об этом говорю? Не просто так. Я когда была президентом Федерации, мы это делали. И мы форму получали. Ведущих торговых марок бесплатно. И еще получали премиальные. Мы одеты были как ляречки все наши спортсмены. Почему мы должны форму покупать сегодня? И об этом говорить, о том, что, видите, торги открытые прошли. Мы же купили форму. Да это настолько все завуалировано там. Это настолько все сработано и сделано уже так, как нужно тому или иному той фирме, которая сегодня и инвентарь покупает, и формы покупает, и тапки какие-то покупает, и трусы покупает. Все в одном лице. Но такого не может быть. И не должно быть. Есть сегодня ведущие фирмы, которые непосредственно работают по разработке купальников гимнастических, по разработке плавательных костюмов, по разработке легкоатлетических бутс, кроссовок, как нужно правильно, какие нужны правильно, чтобы бегать быстрее. Но это технические моменты, которые каждый специалист в той или иной федерации знает. И это можно получать бесплатно. И еще торговые марки, для них это престижно будет, они гордиться будут. А мы сегодня говорим, мы формы покупаем. Бред полный. Для кого он показывается? Вот такие моменты. Знаете, не хочется мне сегодня об этом сильно говорить. О плохом, негативном, потому что и так хватает. Мне очень хотелось бы, чтобы люди, которые сегодня возглавляют эшелом спорта, то есть элита спорта, верховная рада тех же два представителя, которые сидят в спортивных, слышали, но никто не хочет слышать вообще. Просто не хочет. Мне очень хотелось бы, чтобы они понимали, что через два года летние Олимпийские игры несут ответственность они прежде всего. И понимаете, мы говорим о большом сожалению. Знаете, у меня такое впечатление складывается, а Васька слушает, да ест. Ну и поговорить там с семьей. А мы все равно будем делать то, что нам выгодно сегодня. И... Очень, очень грустная ситуация на сегодняшний день. У нас очень многие не Олимпийские виды спорта, какие-то там панкратионы, бог знает, что вообще название, даже иногда я не слышала, не знаю, больше финансируется, чем Олимпийские виды спорта. Это грустно, это очень грустно. Значит, выгнаны, наверное, кому-то это. Наверное, да. Кстати, вы уже проводите турнир 16 лет. Как вы считаете, интерес украинцев к спорту увеличился или наоборот уменьшился за 16 лет? Или остается на том же уровне, что я был тогда еще 16 лет назад? Знаете, у нас идет динамика такая, нельзя сказать, что все время ровно там. Или мы там где-то падаем, или где-то волнами. И когда экономически страна развивается хорошо, и идет развитие, то, конечно, естественно, интерес повышается к спорту у родителей, у детей. Есть возможности у родителей потратить какие-то финансовые составляющие. И поэтому, допустим, если мы говорим до 14-го года, динамика спорта была очень довольно-таки шла как бы на повышение постоянно. Ну, как бы, нельзя сказать, что каждый Олимпийский цикл был одинаковым. Где-то в начале было хорошо, потом провал какой-то был, опять где-то поднялись чуть-чуть. Потом в 14-м году это все сложилось, естественно. Понятно, что это наша вина, мы понимаем прекрасную ситуацию, в которую мы все попали. и начиная с сегодняшнего момента, могу сказать, с этого года динамика спорта начала чуть-чуть увеличиваться. То есть, в чем увеличиваться? В отношении людей к спорту. Не чиновников, это две больших разницы, а именно людей. Люди начали больше интересоваться, люди начали больше приводить своих детей. я просто чувствую даже по деткам маленьким, которые приходят к нам в клуб. Люди сами заниматься стали. Массовый спорт больше начал как-то так культивироваться и как-то так динамика пошла на повышение. Родители сами, взрослые, начали посещать там клубы, интересоваться какие-то, проходить турниры маленькие. Это все как-то возобновление идет, новое опять. Знаете, вот после руин начинаем опять поэтапно строить какие-то стеночки, домики для того, чтобы выстроить уже более красивый, масштабный какой-то дом. Но к этому надо идти и не бояться. Хотя я могу сказать, что выделяется бюджет на спорт очень-очень приличный и немаленький. Даже могу честно сказать, больше, чем в 12-м году выделен был бюджет. И никто не может сказать, что препятствия военные действия, война, то, что мы сегодня переживаем. Нет, совершенно. Так, куда они уходят эти дети? Я всегда задаю этот вопрос. Куда они уходят? У вас много детских клубов по Киеву, по спортивной гимнастике. Вы замечаете, что именно родители стали больше, да, детей, чем раньше? Если сравнивать с 14-м году, практически все упало.